В феврале 1942 года в деревне Курганово Смоленской области появился странный незнакомец. Уже под вечер он, озираясь по сторонам, пробрался к крайней избе и постучал в окно. Дверь открыла старая женщина, хозяйка дома, и увидев незнакомца, она вскрикнула и забилась в угол. На пороге стоял немецкий эфрейтор. Фашисты на Смоленщине уже прославились своим гуманным поведением, и появление одного из них на пороге дома не сулило ничего хорошего. Немец быстро вошел в избу и, закрывая за собой дверь, произнес три слова «Ленин, Сталин, Тельман». Услышав немца, женщина понемногу стала приходить в себя. Эти слова означали только одно, что немец коммунист, а его потрепанный вид говорил, что он дезертировал из своей части и явно несколько недель блуждал по лесам. Третья фамилия, которую произнес незваный гость, принадлежит лидеру Коммунистической партии Германии. Тельман Эрнст был главным политическим оппонентом Гитлера. После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году Тельман был арестован и содержался в одиночном заключении вплоть до своего расстрела в августе 1944 года. Уже на следующий день, как появился незнакомец, в деревню вошел партизанский отряд «Смерть фашистам» и дезертиры Ефрейтера доставили к командиру. На допросе оказалось, что немца зовут Фриц Пауль Шменкель. Он сын рабочего кирпичного завода, коммуниста-тельмановца. Его отец Пауль Краузе погиб в 1932 году во время демонстрации от рук нацистов. Один из штурмовиков, которые налетели на рабочих, выстрелил в него из револьвера. Рабочие принесли своего товарища домой, где он скончался на руках 16-летнего Фрица. Товарищи погибшего взяли шефство над его семьей, которые помогали материально, а самого Фрица Пауля они воспитали в духе идей погибшего отца. В декабре 1938 года Фрица призвали в армию, но он от призыва уклонился. За это его осудили, и он полтора года просидел в тюрьме. Только после нападения Германского рейха на Советский Союз, Фриц дал согласие служить в армии и в ноябре прибыл на Восточный фронт в составе 186-й пехотной дивизии Вермахта. С точным намерением перейти на сторону Красной Армии и сражаться против фашистов, Фриц покинул свою часть и долго бродил по лесам, прятался, боясь не толкнуться на патруль полевой жандармерии. Оголодав и обессилев, он в отчаянии зашел в одну лесную деревушку и постучал в окно отдаленного дома. Партизаны не доверяли Фрицу Шменкелю и поначалу даже хотели его расстрелять, но после долгой проверки все-таки решили зачислить в отряд. Сначала он обучал партизан пользоваться трофейным оружием, но потихоньку его стали брать на задание, выдавая при этом только один бинокль. Вскоре деревню Курганово атаковали части вермахта в количестве до двух рот, завязалась перестрелка. Ситуация складывалась не в пользу партизан, и Фрицу выдали винтовку, из которой он застрелил несколько фашистов. Выяснилось, что он очень метко стреляет. Когда же партизаны выбрались из ловушки, Фриц уже официально стал полноправным бойцом отряда и получил в пользование трофейный пулемет. Когда он узнал, что советские люди всех захватчиков называют фрицами, то попросил себя больше так не называть и взял себе русское имя Иван. Но партизаны стали называть его вежливо Иван Иванович. 10 мая 1942 года три партизанских отряда имени Суворова, имени Буденного и Смерть фашизму, объединившись, устроили засаду на немецкую колонну на Большаке между населенными пунктами Малая Бересневка и Пономари. По донесениям партизанской разведки, в этом месте должны были пройти колонны пехоты и грузовые автомашины, но наблюдатели доложили, что со стороны деревни Пономари движутся танки. В этот момент Фрид Шменкель, который уже увидел колонну в свой бинокль, подбежал к совещающимся командирам и сообщил, что на бортах танков прикреплены бочки с горючим, что вести огонь надо именно по ним. Партизаны решили не откладывать атаку и напасть на танки. Немцы не предполагали, что их подстерегает опасность. Танки ехали с открытыми люками и солдатами на броне, которые пили вино из бутылок, играли на губных гармошках и горланили песни. Но вот по хвосту колонны ударили пулеметы и полетели связки гранат. Бронебойные пули пробивали баки запасным бензином, превращая один танк за другим в горящие факелы. Немцы в панике спрыгивали с брони и разбегались, но везде их догоняли партизанские пули. Фрид Шменкель в этом бою с 10-ти метрового расстояния поливал фашистов из немецкого пулемета. А когда они начали разбегаться, он выскочил из укрытия и, догоняя их, расстреливал в упор. В этом бою партизаны уничтожили 6 танков, несколько автомашин, тягач с пушкой и 43 солдата противника. Только один танк из середины колонны после начала боя рванул вбок от дороги и, проехав мимо партизан, сидящих в кустах, смог вырваться из осады и уехать обратно. После этой партизанской операции фашистское командование снарядило против лесных жителей экспедицию. Но этот отряд предпочел более простым не искать партизан, а нагнать страху на мирных жителей. 29 мая немцы ворвались в хутор Титов и полностью его сожгли вместе с жителями. Спаслось только 7 человек, трое из которых были дети. Иван Иванович сильно переживал и стыдился из-за действий своего народа. Он не мог понять, как можно уничтожать детей, стариков и женщин. Видя своими глазами все злодеяния, устроенные немцами в Смоленщине, он все больше ненавидел фашистов. Партизанам, которые в массе своей потеряли близких людей, часто даже казалось, что их ненависть к захватчикам не такая сильная, как у фрица. В свободное от заданий время Иван Иванович не только обучал партизан пользоваться трофейным оружием, но и рассказывал им о структуре немецких подразделений, а когда немного подучил русский язык, то стал помогать на допросах военнопленных. Часто в своих разведывательных операциях он использовал свое происхождение и, переодевшись в форму немецкого офицера, проникал туда, куда обычному партизану дорога была заказана. В августе 1942 года он, явившись в одно из сел, в дом старосты, потребовал собрать с оружием всех окрестных полицаев на проверку особой важности. Эти полицаи вели себя хуже гестаповцев и терроризировали все окрестные деревни. Когда полицаи собрались, Иван Иванович отвел их в лес, где они попали в руки партизан. Полицаи сдались без боя и были преданы партизанскому суду и расстреляны. В октябре партизанскому отряду «Смерть фашизму» было поручено перерезать ветку коммуникации, по которой снабжались немецкие части, находящиеся на передовой. Партизаны заминировали дорогу и устроили засаду, но уже наученные горьким опытом немцы выслали вперед для разведки мотоциклиста. Иван Иванович в немецкой форме вышел на дорогу, застрелил мотоциклиста, а сам сел вместо него. Он поехал навстречу колонне и показал рукой, что путь свободен. Машины снабжения поехали за Иван Ивановичем, который привел их прямо на партизанскую засаду. Вся колонна была обстреляна с близкого расстояния и уничтожена. В конце 1942 года Фриц Пауль Шменкель был награжден орденом Красного Знамени. В партизанский отряд «Смерть фашизму» прилетел корреспондент газеты «Правда» Борис Полевой, который написал заметку о необычном немце. Но руководство газеты решило не печатать эту статью по причине того, что у Фрица Шменкеля на родине осталась семья, жена и трое детей, которых могли взять в заложники в гестапо. Уже в конце разговора корреспонденту показали немецкую листовку, в которой была назначена награда за немца, якобы руководившего партизанами. В листовке было написано, что за помощь в поимке этого самого немца русский получит 8 гектаров земли и корову, а немецкий солдат 2000 марок и двухмесячный отпуск в тыл. 23 января 1943 года фашисты начинают операцию «Падающая звезда», целью которой было уничтожение Вадинского партизанского края. Партизанскому отряду «Смерть фашизму» после двух недельных боев пришлось разделиться на группы, которые самостоятельно выходили из окружения. В одной из стычек с немцами Иван Иванович остался прикрывать своих однополчан и пропал. Уже в марте территория, где действовал отряд, была освобождена советскими войсками. Иван Ивановича обнаружили в одном из домов, его обессиленного и замерзшего нашли местные жители и спрятали от немцев. Фрид Шменкель в июне 1943 года был откомандирован в разведотдел Западного фронта, где прошел переподготовку. Он был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы «Поле», подготовленной к выполнению специальных заданий в районе Севернее Орше. В декабре 1943 года его группа была переправлена за линию фронта, но на связь она так и не вышла. Судьбу Фридса Шменкеля удалось установить гораздо позже. В 1961 году КГБ обнаружило сведения о полицейской банде, которая была уничтожена партизанами во главе с Фридсом Шменкелем. В течение трех лет шло расследование его судьбы, в котором выяснилось, что он после перехода линии фронта был ранен и попал в гестапо. А 22 февраля 1944 года его расстреляли в городе Минске. После выяснения всех нюансов, гражданина Германии Шменкеля Фридса Пауля 6 октября 1964 года за активное участие в партизанском движении, образцовое выполнение боевых заданий в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и героизм, посмертно представили к высшей воинской награде Героя Советского Союза. Эту награду вручили его жене, которую вместе с детьми пригласили на встречу к Брежневу, который в то время приехал в ГДР. На этой встрече Эрнеш Хаффер Шменкель узнала все нюансы подвига своего мужа. А тогда, в 1944 году, ее вызвали в гестапо, где настоятельно предложили, чтобы очистить свое имя и имя детей от позора, развестись с мужем, которого к тому времени уже расстреляли. Она категорически отказалась это делать. После этого от нее отвернулись все родные и близкие, включая даже мать самого Фридса Шменкеля. Но каждый раз, приходя на работу, она обнаруживала на своем рабочем месте продукты, которые для нее оставляли друзья Фридса Шменкеля и его отца Пауля Крауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова